За последние десятилетия в Чехии наблюдается значительная активация научной деятельности. Если в начале 90-х Чехия, как и многие страны Центральной и Восточной Европы, испытывала утечку лучших кадров за океан, то сегодня ситуация изменилась. Сегодня Гранд ЕС дает возможность планировать и осуществлять массу инновационных проектов, стимулируя таким образом развитие науки в Чехии. Мы можем зарабатывать деньги на своих исследованиях, но заработанные деньги мы снова вкладываем в свои последующие научные разработки. Инновационный центр «Отто Вихтерли» назван в честью мирно известного чешского химика, изобретателя мягких контактных линз. Сегодня здесь, благодаря брюссельским Грандам, выдающиеся научные умы занимаются изучением полимеров и разработкой новых подходов и технологий в их переработке. Благодаря нашим изобретениям из бытовой пластмассы, путем переработки и использования разработанных нами технологий, можно получить термопластичные материалы, которые можно будет использовать в строительстве. По мнению специалистов за минувшее десятилетие, в Чехии произошел целый ряд позитивных изменений. Вместе с тем в стране растет роль общественных организаций, которые уделяют достаточно внимания аналитической деятельности, рассматривают и определяют новые возможные векторы и направления, в которых, по их мнению, в Чехии следовало бы двигаться дальше. Чтобы понимать, куда мы движемся, куда нам стоит двигаться и что нас может ждать на этом пути, мы тщательно следим за теми процессами, которые происходят в нашей стране, в нашем обществе. К примеру, каждый год мы выпускаем аналитические материалы, в которых оцениваем степень успешности деятельности Чешской Республики во внешнеполитической деятельности. На этой публикации стоит оценка 3, что означает «хорошо». Чтобы попасть в Европу, нужно самому стать европейцем. И если наша страна стремится стать не только географической частью Европы, украинским политикам, по мнению чешских специалистов, логичнее было бы ставить вопрос, не что может дать Евросоюз Украине, а может ли Украина соответствовать требованиям, необходимым для того, чтобы стать частью европейского сообщества, и насколько сама Украина и ее народ готов идти по пути евроинтеграции. И пока украинцы не смогут сами себе ответить на эти вопросы, в реале стоит начинать двигаться по этому крайне непростому пути.